Всем привет! С вами Андрей Каспер. И на этот день у нас огромные планы. Вначале мы заедем в Кабардино-Балкарию посмотреть на замерзшие Чигемские водопады. А затем отправимся в Северную Сетью к Медаграбинским водопадам. И кстати, один из водопадов, который там находится, является самым большим в Европе. Очень хочется его увидеть. 3 января, первая остановка в пути в Чигемские водопады. Сейчас температура плюсовая, поэтому есть и намерзшие водопадики в виде сосулек, и так же они текут. И кстати, сейчас нет солнечного перепада, очень хорошо. Солнце сверху не засвечивает, поэтому отлично все видно. А это скалы на противоположной стороне от водопадов. Это местные лошади. Продолжение следует... Ничего себе, только что кусок ледника упал. А вот хачаны в одном из местных кафе нам вообще не понравились. Не знаю, что это, то ли особенности зимнего сезона, то ли что-то еще, но тем не менее не рекомендую. Вера профессионально выбрала объект для съемки. Но день продолжается, и мы мчим с северной сетью навстречу приключениям. Мимо проносятся многие красоты и достопримечательности, но на них пока просто нет времени. Надеюсь, нам удастся здесь побывать более обстоятельно. Впереди Зевгивская наскальная крепость. Тут какая-то башня справа. А вот она крепость, встроена в скалу. Красиво. Продержаем к селению Верхний Фиагдон. Дорога делает резкий поворот влево и начинается подъем в гору. Поднялись на шикарную обзорную площадку. Внизу селение Фиагдон. Считается, что местное население вьет свой рот от двух братьев, Курта и Тага. Они были выходцами из Алагирского ущелья. Придя на берега Фиагдона, Курта и Тага на склоне ущелья построили себе башни. Поселение вокруг стало называться Уал-Ассых, Верхний Квартал. А ущелье в честь Курта стало называться Куртатинское. К этим двух братьям возводят свою генеалогию более 100 фамилий Северной Осетии. А нам предстоит ехать дальше, по этой дороге вверх к водопаду, к Миндограбинскому водопаду. Субтитры сделал DimaTorzok Въехали в долину водопадов. Здесь их довольно много. Ну вот впереди один какой-то замерзший. И вот справа еще прикольный такой. Растекшийся по склону. Пытаемся максимально подъехать к водопадам на автомобиле. Упираемся в серпантин, который выводит куда-то влево, через ветки, по льду, по снегу. В общем, пытаемся пробиться по нему. Доехали до логического завершения. Водопадов по сути нет, но дальше дороги тоже нет. Вот он тупик. Здесь кончается, возможно, колея. Кстати, еле прям заехали. Прям такие моменты были прям... Тяги-тяги на пределе потало. Да страшно, сейчас спускаться надо. Скользко еще, как спускаться. Еле с паробуксовки, под низом, под снегом лед. Жесть. Ну там водопады. Сейчас надо еще аккуратно развернуться и поехать назад. А вот такие панорамы открываются с верхней точки, куда мы забрались. Здесь высота всего лишь 2 километра 100 метров. Честно говоря, прям немного. Но горы такие окружают мощные. Вот машинка. И рядом скалистые горы. Какие-то водопады. И вот тут встает вопрос. Где же находится этот наш большой Зигеландский водопад? Для его поиска решаем спуститься на стартовую площадку пониже. Но для этого придется пройти по серпантину, на котором мы сбирались вверх, теперь уже в обратном направлении. Но под снегом, как вы помните, и скрывается лед. А так как у меня на колесах липучка, то машину на поворотах сносит. И приходится маневрировать по нескольку раз. А под снегом чистый лед. Охренеть. Вот он. И по этому льду Андрюха сейчас едет. Не, ну едет на этой машине быстро. О, вывесился. В общем, спустились немного ниже. Остановились на более-менее приемлемой площадке, где можно развернуться. И вот хотим сходить к тому водопаду. Насколько я смог разобраться дома, это или Малый Зигеландский водопад, или Нижний каскад Большого. Кто знает, напишите в комментариях. Двигаемся какими-то козьими тропами. Через снег пробиваем. До этого дороги здесь не было. Дорога плавно перешла в тропинку. Вообще, среди деревьев где-то лезть приходится. Не уверен, что мы идем тем маршрутом. Есть, наверное, более простой. Но движемся к цели. Где-то там осталось солнце. Вон оно освещает горы. А мы в полной тени. Можно, наверное, часа 4. Может, даже пятый час. И тут как-то так получилось, что часть нашей группы сразу устремилась к Зигеландскому водопаду. А часть осталась на обзорной площадке полюбоваться шторой, которая находится на противоположной стороне ущелья. А потом мы увидели, что они уже далеко и не стали их догонять. Просто остались в ожидании. Вон наши ребята добавились к подножию водопада. Так, вроде, на видео прям неплохо, длинный. Еще ж вверх он уходит куда-то. А это уже съемка непосредственно с места событий. Сделана самими участниками. Как всегда вертикально, из-за инстаграма. Но спасибо и за это. Вот интересно, здесь удивительные такие черные скалы. Вот такие вот черные пятна. Кстати, включил карту. Оказывается, мы находимся недалеко от границы с Грузией. Вон Джимаравсики, Даргавс мы их проезжали. Не так далеко, кстати, были. И вот, вот она граница. Точка посередине, даже ближе к границе. Если пересечь этот перевал или взобраться на горы, оттуда уже можно увидеть горы Грузии. А пока мы в ожидании делаем групповые фото, у участников похода разворачиваются поистине трагические события. Возвращение с водопада. Бобик сдох. Что? Что? Я не могу идти, добро. Давай, на четверенька. Я просто не могу. Все, оставляем ее на сиденье волкам. А к Даргавсу, городу мертвых, мы попали уже практически в полной темноте. Вон еле-еле видняются эти домики. И там наверху бродят люди с фонариками. А вот дома мертвых поближе. Они называются Кишине. Ну, по крайней мере, на одном из языков. Возможно, здесь называются по-другому. И здесь реально покоятся мертвые. Вот лежат кости и черепа. И так в каждом домике. А этих домов здесь очень много. Это, кажется, самый большой город мертвых на Кавказе. Обратной дорогой едем через Кармадонское ущелье. И здесь находится место гибели Сергея Бодрова и его съемочной группы. 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье проходили съемки эпизода фильма Сергея Бодрова «Связной». В 2015 по местному времени с отрока горы Казбек сорвался гигантский массив льда. За 20 минут Кармадонское ущелье было накрыто 300-метровым стлоем камней, грязи и льда. Спастись не удалось никому. Селевые потоки двигались со скоростью более 200 км в час. Накрывая собой целые деревья, базы отдыха и палаточные лагеря туристов на протяжении 12 км. Под завалами оказалось более 150 человек. 127 из них до сих пор считаются без вести пропавшими. Воздадим должное их памяти. А после Кармадонского ущелья мы заехали во Валди-Кавказ и заказали там осетинские пироги. Вот они уже точно всем понравились. Ну а в домике, который мы снимали, нас ждал прохладный бассейн, горячая сауна и отличный камин. И вместе с друзьями мы прекрасно провели время в этот вечер. Ну а завтра нас ждет новая поездка и новое приключение. Чтобы их не пропустить, жмите колокольчик с уведомлением о выходе новых фильмов. Ну а если вам понравился этот фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы и комментарии, буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале. С вами был Андрей Каспер.